Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол Отто Жизни, это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня вышел 4 выпуск правдивых пенальти. Ссылочка есть на этот видеоролик в описании под этим роликом. Обязательно перейдите и посмотрите, кто еще не видел, но и обязательно поддержите этот ролик лайком. Также не забывайте, если мы набираем 12 лайков под роликом с Зенитом, то в следующем выпуске у нас будет целых 3 матча. И также не забывайте подписываться на наш канал, давайте добьем 500 подписчиков. Немножко вообще, ребята, осталось, буду вас верить. Ну а сегодня у нас игра против Баварии на выезде в Лиге Чемпионов и домашняя против Локомотива. Очень серьезные на самом деле матчи, я бы даже глянул, как у нас обстоят дела в Лиге Чемпионов сейчас. На данный момент у нас сейчас шестой тур, то есть последний, и все будет решаться именно в матче с Баварией. Поэтому нам в любом случае надо им забивать. Мы на выезде, если сыграем в ничью 1-1, это будет вообще замечательно. Мы забили им тогда на выезде. Домашнюю игру мы вроде как закончили со счетом 0-0, поэтому давайте перейдем к плану игры. Так, это у нас, да, это у нас полностью боевой состав, поэтому мы уже сразу переходим к матчу. И здесь уже будем смотреть, может у кого-то что-то да и не так. Ну, как я вижу на самом деле, все спокойно, у всех хорошие настрои на эту игру. Даже вот, ну все, здесь прям по факту я могу даже вместо Ерохины кого-нибудь взять, например. Почему бы мне-то нужен Мусаева, потому что у Ерохина есть что-то вниз. Сейчас настрой пошел, вот. Ну и вот таким составом мы выйдем против Баварии. Состав Баварии вы видите на своих экранах. Ну что же, Бавария-Зенит, поехали. Итак, мы в городе Мюнхене. Бавария сегодня принимает Зенит. Альянс-Аренас, замечательный стадион в Германии. Вот это подтрибунное помещение сегодня. Ракицкий выводит нашу команду. Я что-то как-то забываю все время под реализм немножечко. Мог бы и на данный момент Ловрену дать, потому что в последних матчах за Зенит у Дзюбы забрали капитанскую повязку. И дают Ловрену. Вот. Так что я бы мог наоборот сделать в нашей карьере такой небольшой протест. И Дзюба у нас бы на всех матчах. Но вот что-то я забываю. А давайте, если не забуду, то с локомотивом выйдет Дзюба с капитанской повязкой. Но сейчас у нас важная игра. Поэтому мне надо идти, естественно, в атаку. Пошел-пошел Малком. На Дзюбу. Неплохо. И Азмун. И Азмун. Но это неплохо. Хоть и Нойер на ворота, но все равно я бы хотел бы посмотреть повтор. Может быть, действительно с вот этой камеры. Как там близко вообще было. Дзюба замечательно выкатывал на Азмуна. Но, кстати, близко мог и в штангу там попадать и все. Но первый момент создали именно мы. Но либо не пропускать вообще. Это я что-то мало верю. Но Лунев отлично отыграл. Неплохо. И Азмун. У меня здесь прям очень хорош Нойер. Ну и вот и мы создали наконец-то. Сейчас это не просто так момент, который там в контратаке мы как-то решили и за штрафной пробить. А здесь это прям поставленный и момент был. И удар. Так, а вот тут небольшой провал. Пошел-пошел-пошел. И Лунев. У него шикарен. Кто там? Ливандовский сейчас пробивал так. Ничья 0-0 у нас в Германии. Ну а эта ничья означает, скорее всего, то, что мы выходим в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места. Потому что у нас там по голам больше. Благодаря тому, что нам просто сейчас Бавария, слава богу, не забила. Но у него 75% получает абсолютно заслуженно. Столько моментов он спас. Ну и Марсель, походу, выходит в Лигу Европы, да. Но мы вот из-за того, что у нас 9 забитых мячей, ни одного пропущенного в Лиге Чемпионов, мы выходим с первой строчки. И давайте посмотрим на наших возможных соперников. Здесь это может быть Тоттенхэм. Вот, они тоже у них здесь равенство очков, как и у нас с Баварией. Но Бенфика здесь, я не знаю даже по какому. Наверное, все-таки из-за того, что результативная была ничья в Англии. Скорее всего, из-за этого. Валенсия, интересный соперник. Интер, тоже Ливерпуль. Манчестер-Сити, Челси, Наполи. Ну, из всех тех, кого я здесь вижу, я бы хотел в Валенсию, либо Наполи. Вот, но, естественно, будет очень трудно, чтобы с такой теорией вероятности нам попался тот соперник, которого вот я захотел. Так, давайте посмотрим тогда все. Раз у нас закончился и групповой этап, и все такое. Марсель отправится в Лигу Европы. Олимпиакоса в Лигу Европы. Голодосарай, Брюги, Динамо Киев, Порто, АЕК, АЗ. Так, а что-то я про российский клуб, ну, Динамо Киев в Лигу Европы отправляется тоже. СНГ здесь захватим. Шахтер с первой строчкой, кстати, вышел. Вот это вот удивительно. Я, мне кажется, лучше бы с Шахтером сыграл, нежели чем с Наполи, но все равно. Эмью Хитафи, Арсенал Испаньол, Баруси Мюнхенгладбах и Станбулбышек. Шахир Тула вылетела, вообще четвертое место заняли. Лиль Тарина, Спартак первая строчка и Лион вышли. Айнтрахт, Базель, Лурхэмптон, Паок, Армения, ЦСКА, поздравляем ЦСКА с выходом. Рома, Фейнорд, Краснодар, Байер, поздравляем Краснодар, Стандарт Лиеги, Севилья, Лацио, Рен. И вот такие вот пока что дела. Ну что же, давайте глянем сначала плей-офф лиги Европы. Хитафи, Арсенал, Испаньол, Айнтрахт, Истанбул, Олимпиакост, Ирина, Лурхэмптон, Лион, Стандарт Лиеги, Базель, Мюнхенгладбах, Паук, Рома, ЦСКА, Лацио, будет очень интересный матч. Фейнорд, Барусия, Байер, Лиль, Севилья, Спартак. Играли они как-то уже на лиге чемпионов даже. Рен, Армения, Порту, Клуб, Брюги, АЕ, Галатасарай, АЗ, Динамокив и Марсель против Краснодара. Ну вот, если есть такие болельщики в России, которые смотрят абсолютно все матчи в российских кубах и Еврокубках, то Краснодару будет интересно. Тем более, они, Марсель, играли против российского куба и снова они приедут в Россию. Ну а с кем играем мы? А мы играем с Валенсией. То есть, ну вот, мне повезло. Из-за тех команд, которые я хотел, мне выпала Валенсия. Хотя я бы хотел еще и Наполь. Ну вот, мне кажется, Валенсия из всех тех команд, можете посмотреть, все команды, которые заняли вторую строчку, они сейчас слева. Вот. И мне кажется, Валенсия это самый легкий соперник, который мог нам только попасться. Ну посмотрим. Сити будет играть с Шахтером снова. Ну и вот это вот противостояние в лиге чемпионов у них постоянное. Челси, Пассаже. Интересно. Наполь, Реал. Бавария, Бенфика. Вот здесь на самом деле Баварии тоже вообще повезло. Бенфика как-то так сенсационно заняла первую строчку. Ну и попалась на Баварию. Ну а Баварии просто повезло. Тоттенхам Атлетико, Валенсия, Зенит, Интер, Барселона. Тоже мы это видели, кстати. И Ливерпуль-Ювентус. Вот это я бы посмотрел. Ливерпуль-Ювентус. Интересный матч на самом деле. Ну и давайте почитаем, что у нас здесь приходит. Круговое, Ригони, Дриуси, Спортинг, Брагу. Нам приходят предложения от них. Вот. Они там в лиге Европы вроде, если я не ошибаюсь. Ну и давайте так, не сюда, а вот переговоры. Там по нашим что-то игрокам пришло. Надо посмотреть. Себастьян Андреуси хотят купить в Лион. Но я никуда не собираюсь его продавать. 24 года ему. Он очень хорошо играет у нас. Круговой, да тоже. Он у меня даже... Ну вот списки арендованных, кстати. Только я не знаю почему. Странно, почему я его сюда взял. Сочи хотят. Я не знаю на самом деле. Мне устраивает Круговой. Но хотят на полгода. Я сейчас давайте чуть попозже подумаю. Так, ну Ирохин это понятно. Он отправится в арсенал. Мы ищем центрального полузащитника. Дальше. Орегони. Хотят купить в Crystal Palace. Орегони 27. Но у меня Орегони тоже полностью устраивает. Поэтому здесь я откажусь от такого предложения. Но глянул бы сейчас я по молодежке. Позиция, наверное, все-таки лучше, да? По возрастанию. Левый защитник. Ну у них есть 3 шейра, кстати. 67 рейтинг. Ну это понятно. Это стандартные все. А у нас у Кругового 66. Ну давайте, давайте. Раз такое дело. Кругового мы отдаем в Сочи в аренду. Нашему фармклубу, можно так сказать. И... Все. И как только будут согласны с Сочи, мы возьмем... Ну Тейшеру мы, скорее всего, не сразу возьмем. А вот Стрэнсерного окна, как только уйдет от нас Круговой. Сейчас игра Зинит Локомотив. Локомотив идет на седьмой строчке. Вот. Но у нас там следующая игра против ЦСКА. Но все равно этот матч будет очень важным. Поэтому я буду смотреть сейчас только по готовности. Ну тут, кстати, Чалов готов. Я могу. Чтобы нет места с Думы. Немножечко изменив состав. Вот. Вот таким составом мы выйдем против Локомотива. Интересно. Нужна восстановка. Все. Игроки на поле. Зинит Локомотив. Поехали. Итак. Газпром арена. Зинит принимает Локомотив. Сегодня это последний матч в выпуске. Из-за того, что вы не набираете нужное количество лайков. Набираем, напоминаю, 12 лайков. И в следующем выпуске мы играем три матча. Ну что же, посмотрим. Мы вышли в Лигу Чемпионов. Плей-офф с первой строчки. Так. В центре у нас есть Чалов. В касании на Дзюгу. Но нет. Будет угловой. И Гильерми очень хорошо отыграл в этом моменте. И все. Заканчивается матч. У нас сегодня выпуск, к сожалению, безголевым оказался. Для нас это вроде как снова потеря очков. Хоть и по моментам мы должны были выиграть. Но там Гильерми, естественно. Теперь у них вот. Сегодня у нас выпуск вратарей тоже. В Лиге Чемпионов Лунев стал лучшим. И здесь Гильерми. Ничья 0-0. У нас лидерство в 4 очка. Всего лишь Тульский арсенал нас поджимает. Вот такие вот дела. Ну а в следующем выпуске вас ждут очень интересные матчи. ЦСКА, Спартак. Причем обе эти встречи выездные. Посмотрим. Круговой здесь. Они не соглашаются. Так, переговоры зашли в тупик. Нам нашли полузащитника. Замечательно. Это Фордан даже. Надо постараться. И Киржаков хотят купить Киржакова. Куда-то. Сейчас мы глянем, куда. Так, Киржакова хотят купить в ЦСКА. Полный трансфер. Ну давайте, давайте. Так, нам нашли, кстати, вратаря. Джин какой-то. Вот. Ну у нас, если что, есть Пикфорд. Как один из вариантов. Поэтому нам нашли Фордан. Это вообще замечательно. Я добавлю его в список. Почему бы и нет. Один игрок у нас ушел в Англию. Другой сейчас может перейти. Давайте, давайте. Согласимся. Так, на счет Киржакова. Цена правда чуть повыше. Вот 500 хотя бы тысяч запросим. Вот. А по круговому, да. Он остается у нас. Вот такие вот дела. Так. Ну раз нам Герохина уже официально продали. Давайте начнем переговоры с Форданом. Шансы на успех велики. Поэтому вот так вот. Попробуем. Попробуем. За 15 миллионов подписать Фордана. Интересный по своей сути игрок. Надеюсь, хорошо прокачается у нас на будущее. 20 лет ему. И рейтинг 78. Практически как у Герохина. У Герохина 77 даже. Вот. Поэтому. Вот такие дела. В следующем выпуске вы обязательно узнаете, подпишем ли мы двух англичан. Это Фордан и Пикфорд. Потому что если ЦСКА согласятся взять Киржакова, мы естественно приобретем Пикфорда. И тогда Пикфорд станет, скорее всего, основным игроком. Но тоже мы будем его не сразу так в состав внедрять. Лунево я пока что полностью доверяю. После матча с Баварией это просто что-то невероятное было. Так что, ребят. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok